Продолжение следует... ...поиск новых подходов в лечении стало очевидной. Также нашей задачей стало уменьшить длительность программы в то же время с увеличением интенсификации терапии. Для того, чтобы увеличить интенсификацию терапии, необходимо было найти новые препараты, новые подходы к лечению. Для этого необходимо использовать препараты, которые имеют высокую проницаемость через гематоэнцефалический барьер для достижения большего эффекта. Одним из таких препаратов является алкилирующий агент Теотепа, который по своей фармакокинетике достигает концентрацию в ликваре равной концентрации в плазме крови после внутривенного введения. Однако не только это позволило нам использовать Теотепу в режиме кондиционирования при лечении опухолей ЦНС высокого риска. Также наш опыт, который был проведен по использованию данного препарата не только при опухолях ЦНС, но также при нейробластомах и лейкозах, а также зарубежный опыт, который проводился при лечении опухолей ЦНС. Спасибо. Схема лечения опухолей ЦНС по высокому риску складывается из следующих этапов. На первом этапе проводится химиотерапия индукции, по восстановлению показателей кровотворения производится сбор гемопоэтических столовых клеток, затем проводится лучевая терапия, и по окончанию лучевой терапии с перерывом в один месяц проводится высокодозная химиотерапия консолидации в два курса. Группа моего исследования имеет следующую характеристику. В исследование было включено 11 пациентов в период с 2013 по 2014 годы. Средний возраст данной группы составил 7,5 лет. Самому маленькому пациенту было 1,5 года, самому большому 20 лет. Перед началом высокодозной химиотерапии остаточную опухоль имели 7 пациентов. 4 пациента не имели остаточную опухоль перед началом высокодозной химиотерапии. По диагнозам группа исследований распределилась следующим образом. Как вы видите, большинство детей имели диагноз медулобластома. Первичная медулобластома 4 человека, рецидив медулобластома 1 человек. Следующий диагноз – это атипичная тератоид-рактоидная опухоль, это 3 человека. 2 человека с анопластической эпидемомой и 1 человек с примитивной нейроэктормальной опухолью. Режим кондиционирования складывался из применения двух препаратов – это театепа и карбоплатин. Это двухдневный мейлоблативный режим кондиционирования. На день 4 и 3 вводятся химиопрепараты в указанных дозах. Вы видите, что дозы коррелируют в зависимости от возраста. Для детей до 3 лет – это театепа 10 мг на килограмм, карбоплатин – 17 мг на килограмм. Для детей старше 3 лет – театепа 300 мг на метр квадратный и карбоплатин – 510 мг на метр квадратный. В день 4, минус 4 и минус 3 вводятся химиопрепараты. На день 0 вводятся аутологичные гемопоистические стволовые клетки. Так как проводятся два курса высокодозной химиотерапии, был подсчитан средний интервал между курсами составил 42,5 дня. Трансплантат, вводимый по завершению режима кондиционирования, имеет следующую характеристику. Большинство пациентов имели стимулированный костный мозг, то есть был собран костный мозг в 45% случаев. Остальные пациенты разделились пополам. Это 27,5% случаев дети, которым были собраны периферические стволовые клетки, и 27,5% случаев, дети, которым были собраны как периферические слои клетки, так и костный мозг. Как я уже говорила, сбор проводился по восстановлению показателей по окончанию индуктивной химиотерапии, и средняя клеточность на один курс высокодозной химиотерапии по костному мозгу составила CD34 2,3 на 10,6 на килограмм, и клеточность по периферическим слоям клеткам 4 на 10,6 на килограмм CD34. Что немаловажно, это оценить сроки восстановления. Как вы видите, после первой и второй высокодозной трансплантации восстановление уровня лейкоцитов больше 1000 на 10,9 литра практически одинаковое, то есть это 10-11 дни. Восстановление уровня тромбоцитов более 20 на 10,9 литра также практически одинаково после первой на 16 день, после второй на 14 день. Также необходимо было оценить токсичность проводимой высокодозной химиотерапии. В первый курс высокодозной химиотерапии получили 11 пациентов. Как вы видите, абсолютно стопроцентной явилась гематологическая токсичность с учетом мейлоблативности проводимого режима. Также можно отметить геморрагическую токсичность, которая составила 73% детей, и нейротоксичность, что в целом характеризуется применением препаратов, которые проникают через гематоэнцефалический барьер. После второй высокодозной химиотерапии, которую получили 8 пациентов, мы также видим абсолютно стопроцентную гематологическую токсичность четвертой степени и абсолютную нейротоксичность первой степени. Позвольте мне сравнить максимальную степень токсичности среди пациентов. После первой высокодозной химиотерапии мы видим, что 91% пациентов имели максимальную токсичность третьей степени по всем показателям, и 9% имели токсичность четвертой степени. После второй высокодозной химиотерапии уже 75% имели токсичность третьей степени, 12,5% второй степени и 9% четвертой. Результаты проведенного исследования. Причина удаления из программы для одного пациента была высокая токсичность после проведенного первого курса высокодозной химиотерапии, которая не позволила провести второй курс. И для второго пациента причина удаления из программы было невосстановление показателей костно-мозгового кровотворения на 50-й день, возможно, связанное с плохой клеточностью собранного материала. Итак, из выбывших из программы жив с остаточной опухолью 1 человек, он наблюдается 3 месяца, с полным эффектом 1 человек, который наблюдается 1 месяц. Таким образом, я хочу отметить, что выживаемость по сроку наблюдения в среднем 9-10 месяцев пока остается 100%. Также хотелось бы оценить непосредственную эффективность высокодозной химиотерапии. Как я уже сказала, в исследование были включены 7 человек, которые имели остаточную опухоль перед высокодозной химиотерапией. По окончании высокодозной химиотерапии 5 пациентов достигли полного эффекта. Это 71%. После первой высокодозной химиотерапии 1 пациент достиг полного эффекта. После двух курсов высокодозной химиотерапии 4 пациента достигли полного эффекта. Выводы, которые мы можем сделать из данного исследования, следующие. Первый, который относится к токсичности режима. Мелоплотивный режим, используемый в данном исследовании, является умеренно токсичным, сопровождается умеренной органной токсичностью. Также можно сказать, что количество и тяжесть токсических изложнений сравнимо после первого и второго курса. Также мы видим, что после проведенной высокодозной химиотерапии двух курсов 70% больных получили... Кажется, я случайно что-то выключила. Нет, я нажала, а он... Пожалуйста. Сейчас я сделаю. Куда-то перелистнулось просто. Итак, 70% больных, которые имели остаточную опухоль перед началом высокодозной химиотерапии, мы наблюдали у них непосредственный полный эффект проведенного режима. А также хотелось бы отметить, что клеточность, которая заявлена в данном исследовании, клеточность аутотрансплантата, обеспечивает вполне короткие сроки восстановления показателей кровотворения. А также не отмечалось увеличение сроков восстановления показателей лейкоцитов и тромбоцитов после второго курса высокодозной химиотерапии. Спасибо за внимание.